...данную ситуацию. Быстро уставать. А в мае юноша лег в клинике на усмотре. Диагноз прозвучал как приговор. Острая лейкемия. В ноябре того же года, сейчас два дня. Да, бедные родители. Представляю, какой-то был для них удар. Вот уж действительно, и не хочешь, а возрубщишь на гости. Они действительно не могли понять, за что Бог это так показал. Этих сын был искренне верующим. Любил Иисуса Христа. И хотел лишь одного. Исполнить Богу и Божию. И все-таки, несмотря на горячую молитву всех всем семьи и друзей, Господь все же собрал его по себе. Похоже, что на всей просьбе, но к этим нет. Ну, почему же? Ну, действительно, почему? Ведь каждый год тысячи студентов, украины тысячи, получают дипломы врачей, и поступают в медицинскую практику. Хотя далеко не все, и в них движет благородное устремление помочь ближе. А ведь не каждый готов целиком посвятить себя в борьбе с неисследованными еще болезнями, или отправиться на другой конец света за богущее страдание своим далеким обезболенным братьям. Но часть-то как раз в этом смысле принадлежал к числу редких исключений. Если бы Господь дал ему подольше пожить, он мог бы спасти тысячи несчастных, без него обрисуемо оставаться без помощи. Кроме того, человек хотел облегчать не только физическое страдание, но и нести свет евангельских истин тем, кто никогда не слышал Слово Божие. Какой же смысл был Господу забирать его к себе, если здесь, на земле, сыр мог принести столько пользы? Став врачом, человек мог бы спасти множество, безнадежно, больно. Посмотрите, сколько людей вот тут умирают, там, вправо.